Доброе утро, мальчики и девочки! И добро пожаловать на мой канал! Обратите внимание, что я начала приветствие со словом мальчики и девочки, не только девочки, а то получается какая-то дискриминация. Сегодня я начинаю влог с вопросом. Может кто из вас знает, может кто из вас тоже проходил эту процедуру. Вопрос о МРТ печени. Через две недели мне нужно пройти эту процедуру, которую я не люблю. Проходила я ее только один раз. Меня уже очень сильно волнует вопрос, как я там буду задерживать дыхание. Буду проходить эту процедуру в другом месте, не там, где проходила в прошлый раз. В этот раз будет в моей клинике. В прошлый раз это было, но мне срочно нужно было, поэтому в другое место пошло. Когда проходишь МРТ печени, нужно задерживать дыхание. Во всяком случае, в том месте, где я была. Лежала я в аппарате долго, где-то 25 минут, 30 минут. И через каждую минуту тебе нужно приостанавливать дыхание на целых 30 секунд. В детстве я занималась плаванием. Я помню, что я понтовалась перед подругами, что я могу под водой нырять и не выплывать там 3 минуты. Не знаю, или я тогда врала, или сейчас это у меня уже старческое. В общем-то, еще стоя. Я вот сейчас себе установила таймер и пытаюсь задерживать дыхание на 30 секунд. Еще стоя, это идет как идет. А лежа вообще у меня не получается. Тем более, когда ты лежишь в аппарате МРТ, у меня начинаются какие-то панические атаки. Я себя чувствую как в гробу. Ты лежишь 30 минут, и через каждую минуту на 30 секунд ты должна отключать свое дыхание. Это ужасно тяжело. Ляжь под одеяло и попробуйте. Я вот о чем хочу спросить. Может быть, вы знаете. Я уже, конечно, подготовила вопрос. И к тем людям, которые там будут присутствовать при этой процедуре. Могут ли они мне установить аппарат, чтобы я задерживала дыхание, ну там, скажем, на 10 секунд. На 15 еще нормально, но не на 30. Я сейчас не капризничаю, я вообще не боюсь уколов. После операции у меня очень быстро проходит боль. То есть боль я могу хорошо контролировать. Я не боюсь аппаратов. Но почему-то вот этот вот сам процесс задержки дыхания меня очень сильно пугает. Еще пугает, потому что ты же хочешь, чтобы у тебя там все показательно было. Чтобы ты не зря отравил свой организм контрастом. Чтобы доктор смог увидеть, что-то прочитать на этом диске. Ой, переживаю. Не знаю, что делать. Скажите, пожалуйста, может быть, вы задерживаете на меньшее. Может быть, это зависит от лаборатории. Может быть, от аппарата зависит. Может, там был старый аппарат, сейчас более новые аппараты. И вообще, как вы думаете, как они отреагируют на эту просьбу? Все, утром начинается с кофе. Желаю всем приятного просмотра. Девчонки, видите этот белый большой контейнер с красным крестом, на котором написано «Байри Шишеротас Кройц»? Вот сюда, когда есть старые вещи, мы приходим и кидаем. Или старая обувь. Вот это есть и гумка, походу. Вот я точно не знаю, куда уходят потом эти вещи. Их собирают и отправляют куда-то в Африку. Привет! А вот и я. А вот и Дорин мой выкидывает мусор. Или же это та самая гумка, которую продают потом в Молдове? Я не знаю. Бывают вещи, которые вот уже, ну как бы, не хочется носить, но уже и жалко выкинуть, но и подарить кому-то. Сейчас все такие капризные. Подаришь, они не носят. Вот лучше сюда сначала их постирать, погладить, потом принести и вот сюда их кинуть. Ну там специальное окошко такое, и туда кидаешь. Оттуда вытащить нельзя, кстати. На прошлой неделе купили 50 вишаков, и все равно не хватает. Опять пришли в магазин купить вишаков и мусорку. Завтра к нам придет наш патрон, который нам сдал дом, потому что он в Мюнхене, хочет нас навестить. У нас к нему несколько вопросов по поводу того, что мы когда принимали дом, мы записывали такое соглашение, мол, прошлись по всем комнатам и проверяли, есть ли где какие дефекты или нет. И понятно, что это все делается за час. То есть ты проходишь, смотришь в общих чертах, свет горит, не горит, там то работает, не работает. В итоге оказалось, что мы нашли несколько дефектов, о которых мы ему написали, потому что это так заведено в Германии. И он говорит, я тому папу буду на выходных, я прийду вас навещу, если вы не против, и вы мне покажете все дефекты. Ну так вот, один из дефектов, у нас плохо работает вытяжка. Я вам показывала, что у нас плита такая с индукцией, в которой встроена вытяжка с фильтром. Вот она сосет не очень хорошо, то есть вытягивает испарение не очень хорошо. В итоге получается, что пар поднимается наверх, и мне кажется, что со временем этот пар может испортить шкафы. Так, сейчас я готовлю себе текст, потому что есть слова, которые я не знаю, то есть я могу общаться на немецком, но есть какие-то технические слова, о которых я представления не имею. Допустим, вытяжка на немецком называется ДУНСТ АПЦУКС ХАУБЕ. ДУНСТ АПЦУКС ХАУБЕ. Вот я сегодня повторяю это слово, чтобы не забыть. Вот он зайдет, и я ему скажу. Заходим на кухню, и начинаем по списку проверять все, о чем мы вам там писали, чтобы вы удостоверились, что у нас не работает. Так, во-первых, ДУНСТ АПЦУКС ХАУБЕ и так далее. Короче, немецкий язык, сложный язык, никто не говорил, что будет легко, но вот в каждый день, если учить, ну, по пять слов, не минимум, не максимум, но в среднем по пять слов, ну, словарный запас прибавляется, растет и расширяется. Поэтому вот сегодня слово дня. ДУНСТ АПЦУКС ХАУБЕ. ДУНСТ АПЦУКС ХАУБЕ. ДУНСТ АПЦУКС ХАУБЕ. ДУНСТ АПЦУКС ХАУБЕ. У меня утро, кстати, девочки, а вот так вот темно. Дожди продолжаются и продолжаются. Вчера после обеда вроде бы солнышко выходило. Сегодня опять на тебе. Опять 25. Мы сделали так, чтобы вот эту зановись можно было вот так рукой просто убирать в сторонку и выходить на террасу. Вот так вот. Смотрите, какой дождик у нас. Террасой мы еще не занялись, не начали создавать уют, так как это дело оплатил наш хозяин. Но я имею в виду только камень, плитку на террасу. Он за свои деньги будет устанавливать. И вот забор, перегородку между соседями. А насчет маркизы, это вот этот навес сверху. Видите, вот зелено-белый. Дурин его хотел поменять, потому что, ну, он уже старенький у нас, наверное, лет 40, как его установили. Во всяком случае, конструкция такая. Так нам сказал мастер, который приходил менять новую. Но мы, наверное, переждем, потому что нам, как бы, сделали ценовое предложение. И это все стоит очень дорого. 3000 с чем-то евро. Вот это тебе Германия. Мы хотели сначала сменить только материал. Он сказал, что сам каркас, вот этот железный, он очень тонкий, поэтому надо в кассете маркизу заказывать. Это, которая сама закручивается, так вот в такую вот коробку собирается. И имеет, само собой, и механическую часть. Вот такую железяку можно механически рукой так ее закручивать, и она закручивается в рулон. А можно там на пульте. Она и на пульте, и ручной вариант. Пультом так на кнопку нажимаешь, и оно все сворачивается в калачек. Вот в такой. Ну, 3000 с чем-то евро. Нет, это дороговато сейчас, потому что оно все-таки есть. Или это такое дождливое, на улице мало сидим. Вот у меня, вот по ощущениям, вроде бы как будто бы вечер. Девчонки. Так, там у меня вещи, потому что у меня такой, блин, дорин. Он вот где раздевается, там и оставляет вещи. У меня вот такой вопрос к вам. Как вы думаете, нужен ли мне ковер вот в эту комнату, вот здесь, вот в эту половину комнаты, или нет? На полу у нас гранит. Камень, конечно, ну, хороший. Если по цене, то дороже, чем плитка. Но мне вот все равно, мне кажется, когда нету никакого, даже самого маленького коврика, это, что будто бы где-то в офисе. Мне не нравится. Мне вот нравится, когда хоть что-то, на что можно попой сесть и смотреть телевизор. Хоть у меня есть этот маленький пуфик, банкетка такая мини. Но все равно, я иногда близко смотрю, я близко к телевизору сижу, иногда лежу. Вот. С другой стороны, по-европейски это вот так. И еще хорошо для Кузи, для нашего пылесоса, потому что он лучше справляется с такими поверхностями. Нет, он запрыгивает на ковер из ковера. Но лучше, мне кажется, что это все не нужно поднимать, трусить. Очень классно все помыл, швабры прошелся и все. Он вот у нас каждый день, если вы меня спросите, я вам скажу, девочки, обалденный. Я обожаю его. Вот это мой обзор на мой Xiaomi S5 Max. У меня вариант. Я его называю Козий. Он молодец. Я тоже скептически относилась к нему, потому что я думала, ну вот в углах, как он будет убирать в углах? Он же круглый. А у него, девочки, смотрите, ну это его пленка, я еще не приклеила, потому что я этот док меняю на второй этаж, что там в подвал. Ну вот так, для справочки. Вот эта вот штука, как веник, крутится, и она как бы подметает под себя мусор, и потом он, кузик, все это в себя всасывает. Сейчас я отвечу на звонок. Девочки, кто использует вот такие вот штучки, коврики для сушки? У меня, как видите, здесь нету стандартной сушки железной или пластмассовой. Вот. И я купила себе, я иногда стелю полотенце и кладу там чашечку, или что у меня так по мелочи, потому что в основном я, вот мою посуду, здесь у меня посудомоечная машина, и в квартире в той, другой у меня тоже была посудомоечная машина. Как-то давно я покупала такие коврики в магазине ТК Макс, они стоили где-то по 6 евро от какой-то там фирмы, ну, которая специализируется по таким вещам. А в этот раз я купила в Меумаксе, вот он Меумакс, и заплатила вот за этот коврик евро 99, ну, 2 евро получается. Он такой толстенький, мягенький, мне очень нравится. Лучше, чем полотенце, потому что давно мы не готовили маски домашнего приготовления для лица и для волос. Давайте, можно ли, сегодня этим прекрасным делом и займёмся, и приготовим масочку от морщин для всех типов кожи. Вот она, красотка, вдохновила меня сегодня на изобретение. Нужно обязательно и срочно наводить красоту и избавляться от морщин. У меня дома есть целых две вот такие вот бутылки глицерина, и мне нужно обязательно их использовать. Вот они и будут. Сегодня гвоздём нашей программы. глина, масло облепихи и одна чайная ложка воды. Ну, это примерно у меня вот чайная ложечка будет. Мне кажется, что когда я добавляю одну чайную ложку водички, маска какая-то, ну, чересчур жидкая, она у меня стекает. Поэтому я вначале попробую без. Вот одна чайная ложка. Хоп-ля! Хоп-ля-ля-ля-ля-ля! Хоп-ля-ля-ля-ля-ля! Пока не будем водичку добавлять, добавим всего-то три ингредиента. Ложечку глицерина, ложечку облепихи. Облепиха, кстати, очень хороша для морщин. Или от морщин. Наверное, лучше от морщин, а не для морщин. И добавлю одну чайную ложку глины. У меня, кстати, глина вот такая от Аславитал. Это румынская фирма. Я уже рассказывала про врача-косметолога, которая открыла клинику у нас. Называют эту марку иногда Джировитал, иногда Аславитал. Вот такая у меня глина, розовая. У меня просто такая есть. Можете любую белую. Я сыплю с горкой, потому что я же говорю, что мне кажется, что она жидкая получается. Ой, какая красота! О, сейчас все морщины уйдут. Стану молодухой-молодухой. Вернусь в детство. Даже муж не узнает. Вот такой консистенции. Даже можно гуще. Я уже переоделась. И вам тоже советую одеть на себя какую-то старую футболку, потому что масочка течет кистью. И потому очень удобно, потому что пальчики остаются всегда чистыми. Особенно, когда масочки глиняные, эта глина у нас не забивается под ногти. Дама готова к красоте. И, богу, француженка себя чувствует. Покупные маски, считайте, мы платим еще за упаковку. Плюс за кучу каких-то консервантов. Плюс еще за марку. Плюс, 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 плюс. Энное количество плюсов. Короче, девчонки, можно очень много масочек готовить дома и не париться. И быть всегда молодыми и красивыми.